Это называется исследование стресс-тест или виллергометрия. Пациенту идёт каждые три минуты дозированная нагрузка по 25 Вт. Получая дозированную нагрузку, пациент может проверить сердечно-сосудистую систему и свой организм на выносливость. Станислав Савенков служит в МЧС три года. Сегодня с интересом знакомится с новой аппаратурой. Да, современная. Очень красивая. Качественная, удобная, комфортная. Этот корпус Центра экстренной психологической помощи был отремонтирован и оснащён всего за год. Подобное реабилитационное отделение в России пока только одно. Теперь врачи будут оберегать ежедневно рискующих жизнью самих спасателей от нежелательных последствий их нелёгкой работы. Это и профилактика, и восстановление после травм. На торжественном открытии организаторы не только перерезали традиционную ленточку, но и посадили перед зданием саженцы сирени. Не помешал даже проливной дождь. Оснащение самое современное. В отделении реабилитации теперь такое оборудование, что можно готовить людей для отправки в космос. К примеру, эта релаксационная капсула даёт ощущение невесомости. В соседней комнате тренажёрные залы с новинками фитнес-индустрии. Занятие на таком кавитационном аппарате заменят пять часов тренировки в обычном спортзале. То, что касается того, во сколько обошлось создание такого реабилитационного центра, то по федеральной целевой программе было выделено порядка 50 миллионов на оснащение, на оборудование и ремонт этого здания. Пропускная способность реабилитационного отделения – 30 человек. По медицинским показаниям сотрудники МЧС будут направляться сюда на бесплатное обследование и лечение. Диагностика всех систем организма плюс физиотерапия. В дополнение ко всему кислородный коктейль и фиточай. Санаторно-курортные условия, да и только. Сегодня то, что мы увидели, мы, наверное, вот где-то там совсем высоко оказались, что это было для нас еще вчера недоступно, а сегодня для наших спасателей, для наших ребятишек, для наших пожарных, военных, курсантов. Это просто очень и очень хорошо. В оздоровительном комплексе «Спасатель» созданы условия не только для медицинской реабилитации, но и для простого привычного отдыха, прогулок на свежем воздухе и сна. Хотя даже такое расслабление – роскошь при напряженном графике работы сотрудников МЧС. Елена Филина и Владимир Новиков. Новости Подмосковья из Подойского района.